Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный торт с тропическим сочетанием вкусов. Подобных тортов на моем канале еще не было. Торт будет состоять из вкуснейшего кокосового бисквита, нежного кокосового мусса и яркой начинки из манго-маракуя в двух разных текстурах конфи и мусса. Торт получается очень вкусным, нежным, благородным, со свежающими тропическими акцентами. Обязательно попробуйте этот торт. Итак, начнем приготовление нашего торта с основы очень вкусного кокосового бисквита. Подробный рецепт приготовления этого бисквита был представлен в прошлом видео. Все необходимые ингредиенты, а также ссылку на видео с рецептом вы найдете в описании под этим видео. После того, как бисквит готов, переходим к следующему важному этапу подготовки начинок для нашего торта. Начнем с приготовления конфи. Нам понадобится пюре манго и маракуйя. Я использую замороженные. Я сразу смешала оба пюре. Манго здесь больше, чем маракуйя. В принципе, можно использовать только манго, но маракуйя добавляет неповторимый тропический акцент, делая вкус более ярким и насыщенным. И торт в целом приобретает более многогранный и объемный вкус. Далее нам понадобится желатин и холодная вода для его замачивания, сахар и кукурузный крахмал. Начинаем с замачивания желатина. Всыпаем его в холодную воду, перемешиваем для равномерного увлажнения и оставляем для набухания. Далее к сахару добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Пюре отправляем в сотейник, добавляем к нему смесь сахара с крахмалом и тщательно перемешиваем венчиком. Далее отправляем сотейник на плиту и при постоянном перемешивании доводим массу до кипения. После кипения провариваем 2-3 минуты. Масса начнет густеть. Снимаем массу с плиты. Вот такой консистенции получается пюре. Желатин уже набух. Сразу вводим желатин в горячее пюре и тщательно перемешиваем массу венчиком, чтобы желатин полностью разошелся и распределился в массе. Теперь массу нужно разлить по двум заранее подготовленным формам. Это металлические кольца, дно которых плотно затянуто пищевой пленкой и каждое кольцо установлено на подложку. Массу я на весах делю пополам. И сначала формам с начинками даю остыть в холодильнике и затем переставляю в морозилку до полного замерзания. Когда конфи замерзнет, перейдем к приготовлению нежного мусса манго маракуйя. Для мусса нам понадобится также микс пюре манго маракуйя, желатин и вода для его замачивания, немного сахара, белый шоколад и сливки жирностью 33%. Начинаем, как всегда, с замачивания желатина в холодной воде. Оставляем его для набухания и далее подготовим сливки. В каждом рецепте я повторяю важные моменты для взбивания сливок. Сливки должны быть обязательно хорошо охлажденными и жирностью 33-35%. Начинаем взбивать сливки на невысокой скорости и затем скорость постепенно увеличиваем до средней. Это позволит сливкам равномерно насыщаться воздухом. Продолжаем взбивать сливки до тех пор, когда они слегка загустеют, оставаясь при этом мягкими и воздушными. Важно остановиться до начала образования пиков. Сливки должны увеличиться в объеме и не оставлять следов от венчика. Часто нужную текстуру сравнивают с подтайшим мороженым. Именно правильно взбитые сливки обеспечат легкость и нежность муссу. Вот такая текстура у полувзбитых сливок. До момента использования уберем их в холодильник. Далее пюре отправляем в сотейник, добавляем к нему сахар и нагреваем массу до начала кипения и полного растворения сахара. Затем в горячее пюре вводим набухший желатин и тщательно перемешиваем массу венчиком до полного растворения желатина. Далее горячее пюре выливаем на белый шоколад. Даем массе постоять полминутки, чтобы шоколад начал таять от тепла. Работать удобно в узком высоком стакане. Затем используя погружной блендер, тщательно объединяем шоколад с горячей массой до получения однородной смеси. Затем переливаем массу в чашу и перед введением взбитых сливок даем ей остыть, чтобы ее температура не превышала 35 градусов. И только потом добавляем взбитые сливки. При помощи лопатки аккуратно объединяем массы и в результате должен получиться однородный, воздушный, безумно вкусный мусс. Мусс выливаем на одно из конфи и убираем в заморозку до полного замерзания. Когда начинки заморозились и бисквиты готовы, начнем подготовку к сборке торта. Понадобится раздвижное кольцо. Внутри его нужно будет проложить ацетатной лентой, а форму установить на подложку. Также я использую дополнительно зажимы. Итак, на подложку кладем первый бисквит. Чтобы усилить аромат и вкус кокоса в торте, я использую для пропитки бисквитов кокосовое молоко. Слегка разбавляю его водой и подслащиваю. Точные пропорции ингредиентов вы найдете в рецепте, который будет размещен в описании под этим видео. Кокосовое молоко я предварительно нагреваю. Теплая пропитка лучше впитывается в поры бисквита. И хотя этот бисквит является самодостаточным в плане вкуса и текстуры, такая пропитка обогащает торт в целом. Теперь вокруг бисквита оборачиваем ацетатную ленту. Сверху надеваем раздвижное кольцо и плотно зажимаем. И переходим к завершающему шагу приготовления кокосового мусса. Для кокосового мусса нам понадобится белый шоколад, желатин и вода для его замачивания, кокосовое молоко, творожный сыр, сливки для взбивания и немного сахарной пудры. И прежде чем готовить мусс, достанем из колец замороженные начинки, чтобы не отвлекаться на это во время сборки торта. Аккуратно проходим ножиком вдоль стенок колец и извлекаем замороженные начинки. И сразу же убираем их назад в морозилку. И теперь начинаем готовить мусс. Начинаем с замачивания желатина в холодной воде, оставляем его для набухания. Далее подготавливаем сливки, взбиваем их до полувзбитого состояния. Принципы взбивания такие же, как и в предыдущем муссе. Сливки должны быть хорошо охлажденными. Взбиваем их до сильного увеличения в объеме, очень пышного и воздушного состояния. Они начнут немного густеть, но важно не допустить формирования пиков. Сливки должны оставаться податливыми. И также до момента использования убираем их в холодильник. На следующем этапе подготовим творожный сыр. Его нужно растереть с сахарной пудрой до однородной кремовой текстуры, чтобы не оставалось комочков. Это очень важно для получения в итоге идеальной текстуры мусса. Я использую один венчик от миксера и невысокую скорость. Важный момент! Сыр должен быть обязательно теплым, около 30 градусов. При необходимости его можно немного подогреть в микроволновке. Сыр пока отставляем в сторону. И на следующем этапе нам нужно нагреть кокосовое молоко до горячего состояния, но не кипятить его. И затем в горячее кокосовое молоко добавить набухший желатин. Тщательно перемешать, чтобы желатин разошелся. И сразу горячую массу вылить на белый шоколад. Дать постоять буквально минуту. И затем при помощи погружного блендера объединить массы до однородного состояния. Тут массы, конечно, небольшое количество. Работать не очень удобно. Теперь нам нужно объединить творожный сыр с шоколадной массой. На момент объединения творожный сыр должен быть температурой около 30 градусов. При необходимости его можно подогреть в микроволновке. И температура шоколадной массы не должна превышать 35 градусов. Я сыр немного подогрела, так как он у меня успел остыть. Шоколадную массу добавляем к творожному сыру. И теперь нам нужно объединить массы до полностью однородного состояния. Это можно сделать ручным венчиком, можно сделать миксером на невысокой скорости. Вот такой полностью однородной должна получиться масса. И нам осталось соединить ее со взбитыми сливками. Температура этой массы на момент соединения со сливками не должна превышать 35 градусов. По возможности добавьте именно взбитые сливки в шоколадную массу, а не наоборот, как у меня получилось. Аккуратно, но тщательно вмешивайте взбитые сливки при помощи лопатки. В результате должен получиться полностью однородный, воздушный, очень вкусный кокосовый мусс. И сразу же будем собирать торт. Мусс на весах я разделила на две равные порции. Сначала на бисквит выливаем половину от первой порции мусса. Сверху выкладываем замороженную двойную начинку. Только выкладывайте ее вверх муссом, а не конфи, как я сделала, я перепутала. Далее сверху выливаем оставшуюся часть от первой порции мусса. Сверху выкладываем аккуратно бисквит, пропитываем его кокосовым молоком и дальше повторяем те же действия. Выливаем часть мусса, в него выкладываем замороженную начинку конфи и сверху выливаем оставшийся мусс. Накрываем последним бисквитом и также пропитываем его. Торт убираем в холодильник до полной стабилизации минимум на 8 часов, после чего торт готов. По желанию торт можно выровнять, ссылки на разные кремы для выравнивания я оставлю в описании под видео. Друзья, торт получился очень вкусным, нежным, сбалансированным, с изысканным кокосовым ароматом и яркими тропическими акцентами. В разрезе торт также выглядит красиво благодаря спокойным оттенкам. И несмотря на его нежность, торт хорошо держит форму. Отрезанные куски торта стоят на тарелке, не теряя своей формы. Нам очень понравился торт, и вы обязательно его попробуйте. И в конце видео, как всегда, я оставляю немного времени для красивых кадров, чтобы насладиться визуальной красотой и кого-то эти кадры вдохновят. Друзья, у меня на этом все. Я вас всех благодарю за внимание. До новых встреч!